Мои хорошие, уважаемые, мои подписчики, ну что, сегодня я не выдержала, опять я приготовила пирожки, это уже пирожки с творогом и два таких больших пирожочка с капустой. Мне очень нравится тесто на манке, поэтому, а мне нужно угостить строителей чаем, ну что, я просто чай дам. Поэтому я сегодня утречком встала и приготовила вот такие вот пирожочки. Два пирожка еще в этом, скажите мне, как называется, в духовке. Они с капустой, видите, какие красивые лаптики, я их так оформила, красивенько, потом я вам покажу, пусть запекаются. Вот они уже остыли, сейчас снимаю, смотрите, какие красавулькины, это с капустой. Немножко лопнул один, видите, ну такие лаптехи вкуснейшие, мягкейшие, смотрите, какие. Так, и хочу другое, это же была последняя партия. Вот смотрите, мы попили чай, пацанятка, и мы с Сашей, али, оп, вот что осталось, вы видели? Да, у нас такие аппетиты. Ребята, эти пирожки заслуживают просто, я не знаю, ну просто, ну я вам скажу, честно говоря, сегодня я готовила, брала два стакана молока. В тот раз у меня было мало молока, и я взяла полтора, нет, даже один стакан и чуть-чуть молока, а то водой добавила по норме, и не было молока, и дрожжи на воде. Этот раз я разводила все на молоке. То я вам скажу, что тесто прекрасное, но мне лучше, когда 50 на 50 молоко с водой. Манка проще заваривается, вот такие красавчики. Так, ладно, накрываем это все, и сейчас будем собираться ехать в город. Нам нужно поехать посмотреть, какой мы металл для обшивки хотим. От пирогов, от сладостей перехожу вот таким, не-не, это не бреды, можно подумать, да, что это такие вот, я сняла от кого-то, сплела бреды, нет, это вот такая вот спаржевая фасоль. Эту фасоль принесла тетя Катя Ларисына, мама, и сильно много ее, Лара, ты возьмешь? Я говорю, давай возьму. Она мягенькая, она молоденькая, вот смотрите, если я ее разрежу, специально попытаюсь тут достать. Ой, видите, какое семечко, оно еще такое, вообще молочное. Что я сделаю? Обрезаю вот этот вот кончик, и пробуйте, если вот так вот сверху, видите, вот такая нитка, если сдирается, то сдирайте, если не сдирается где, значит не надо. Ну, еще сравнительно фасоль спаржевая молодая, поэтому можно заморозить прямо вот такими вот полосочками. Чем меньше надрезов, тем она сохраняет после заморозки сочность, то есть вот такими вот колечками можно навернуть и заморозить. Но я возьму несколько таких длинных, она красивая, знаете, когда на пару приготовить, и вот как гнездо для декора вот так вот поставить, очень красиво. Несколько заморожу целиком, а то вообще-то возьму вот прямо обчистую, я помыла, просушила, и вот прямо вот такими вот кусочками даже можно вот так в два, в три, как хотите, нарезаю. Мелко сильно не нарезайте, ну, чтобы чувствовалась фасолька. Вот так вот, это даже сильно. Вот так всю фасольку перерезаю, а так что целая, я ее заверну в полиэтиленовый пакет и в морозилку. Все. Пусть этот рецепт станет напоминанием для тех, кто садил спаржу. Как обычно посадишь и за нее забываешь, а потом, когда к ней бросаешься, она уже переспела. А если она уже переспела, она уже невкусная, она уже деревянная. Тогда нужно уже дожидаться, когда полностью спаржа созреет, собирать эти фасольки на семена или варить просто как фасоль. Вот так вот я просто без всяких застежек, хотя у меня есть застежками мешочки, просто полиэтиленовый мешочек, завязываю воздух, удаляю и стараюсь, чтобы спаржа вот в холодильник отправлялась в один слой. Вот так. Все. Очень вкусно. Вкус молодого горошка и самой семечки, и самого. Я порезала все. Увлеклась сильно. Вот, смотрите, вот остатки те, которые были. Ничего не снимала, но все это молоденько. Все, эта работа уже сделана. Сейчас мы найдем другую работу себе. Паржа в холодильнике. И, посмотрите, лето, как говорится, в разгаре. Какая красота, да? Ну, я, вы знаете, и так уже стараюсь как-то меньше вам показывать, потому что это все материал, это все время. Но не могу я вот на этой красоте не останавливаться, чтобы не показать вам. И сейчас хочу завершение видео этого сборного обыкновенного. Видите, огурец какой перезрелый, не нашла там. Что-то с него приготовлю. Мусор собираю. Хочу показать вам. Сейчас начинается пара персиков. Это тоже очень красиво. Персики уже падают. Вот, смотрите, на землю созревают. Ну, надо, конечно, рвать. Просто как-то так быстро все это произошло. Смотрите, какие персики. Как персики рвать? Вот я подхожу, так немножечко пробую. Вот этот уже. Вот они уже все эти готовы. Надо рвать. Вот, пробую, чтобы был такой мягенький. Вот, смотрите. Он такой лохматенький. Такой персик. Красиво. На дереве очень красиво смотрятся персики. Смотрите. Их немного. Хорошо, что мы с Димоном оставили эту ветку. Так бы без персиков были. Такие чистые, красивые. Я слышу, что вы хотите, чтобы я укусила этот персик. Но немножко лохматенький. Его надо, конечно, мыть. Ну, да ладно, кусаю. Вот это персик. Лариса позавчера купила. Зачем ты покупаешь? Ну, будет падать. Смотрите. Падают. Уже надо их резать на повидло и на что. На этом не так захотелось. И отрезала мне кусочек. Я попробовала. Это совсем не такой персик, как этот. Совсем. Прелесть. А ну, идемте, сходим. Посмотрим на тот персик. На один. Сволочи опять появились. Гады. Гады сволочи. Так, я пока положу здесь. Ой, вкусный персик. Как же туда добраться? Видит у нас строительные эти мусора. Может, оно и отпало уже тут, этот персик. Эй, боже, смотрите. Я жалю, надо было сорвать. Начал гнить. Вот. Видите? Ну, вообще, честно говоря, очень эти два персика похожи. Тут немножко форма. Видите, он такой по форме этот, как вытянутый. Надо было давно сорвать уже. Видите, гадость какая. Ну, эта сторона хорошая сейчас. Обрежу. Да нет, я сейчас укушу с этой стороны. А тут еще зелененький. Видите? Сейчас, секундочку. Мне кажется, это два сорта абсолютно одинаковых. Ну, красивые, красавцы. Сейчас обрежу, это компотик сварю. Выбрасывать ничего не надо. Вот такие вот делышки. Так что вкуснятина созревает. Косточка хорошо отстает. Плодиолусы цветут. Птички поют. Груши почему-то зелеными отваливаются. Яблоки еще пока мяс не сыпятся. Ну, за домом там сыпятся. Вот так вот, как говорится, туда-сюда и зима. И уже брызгали, подкармливали огурцы, но они все равно уже сохнут. Потому что всему приходит, как говорится, время. Посмотрите, какой у нас салатик красивый огурчик. И тут точно такой же. Все, мои хорошие. Будьте счастливы. Настроения вам хорошего на выходные. Ну, и чтобы у вас все получалось. Извините, если у меня немножечко выходной, а видео выходит не выходной. Потому что я снимаю очень много. Как-то все сразу выкладывать. Ну, не нравится, не смотрите. Это для тех, кому нравится свой дом. Садик-огородик. Ну, будем говорить, как я называю, калейдоскоп домашний. Сказала вам, в принципе, хотела закончить. Ни с того, ни с сего. При таком небе налетел ураган. Бешеный. Смотрите, свалил качелю. Видите, что творится? Я ее не могу поднять. Саша приедет, сработает, подымем. Ни с того, ни с сего. Это дерево засохшее хорошо. Какой силы. Поснимал все с порога. Повыровал. Вот именно почему-то ураган был самый крутой вот здесь, ребят. Вот здесь. Как крутануло. Но я уже все повывешивала. Тем- Тем покажу, сколько поломала. То есть это посыпало персиком. И опять солнце. Сказать, что дождь большой был? Нет. Дождь такой, средний. Но качелю перевернуть. Опять. Видите, качель собрала. Все как обычно. Планируешь работу. И тут на тебе. Налетела. Накрутила. Посмотрите, какие красавцы. Я только собирала персики. Сейчас. Посмотрите, какие красавчики подпадали. И главное, чтобы бах. Надо было что-то взять. Смотрите. Бах. И разбивается. Ай, какая красота. Какой сок. Что-то надо готовить. С персиков начинать. Перцы краснеют. И специально их. Ай. Не отрывай. Видите, какие. Это перец, который я просто ела. Покупала в магазине. Ела и садила. Вот это вот такой перец. Чебреть. Один кустик. Так что. В природе. Может быть такой поворот. Такой катаклизм. Извините меня. Что не успеешь. Ага. А ну-ка сейчас я его сполосну. Этот катаклизм. Видите, как шкурочка снимается. То, что я вам говорила. Подоспелый персик. Ай. Я знаю, что сказать. Ну, вы задыбали уже своим пробованием. Просто сказка. Вот такое сборное видео. Я вам показала. Потому что больших изменений нету на огороде. Все созревает. Все созревает. Добавляя, как говорится, работу. Вроде бы только синие цвели. Уже посмотрите, что везде творится с синими. Вы меня спрашиваете. Это богатырь. И в коробочке. Посмотрите, когда я селила семена. Там есть. Это в агромаркете я выписала. Вот они такие круглые. Они очень-очень хорошие. Они очень-очень хорошие. И очень их много. Вот видите. Работа. Помидоры созревают. Тоже надо помидоры вот закрыть. Видите, они не крупные. Но тоже пропадают. Вот перец. Это зеленый цвет. Еще не позеленел. Это не пропавший. Я хочу, чтобы он полностью созрел. Его немного, но он красивый. Все, как оттуда, которая садила молодой, цилиндрическое. Листики на борщ. На супы используем. Ну, помидорчики я вырву. И мы с вами приготовим. Некрупные, конечно. Есть крупнее, есть мельче. Я хочу вам показать рецепт. Вот розовые помидоры. Рецепт, который прислала мне подписчица. Это помидоры с растительным маслом. Говорят, очень вкусные. Вот. Надо было такое закрутить. И опять солнце пролетело. А, вы спросите. Нет, не переживайте. Крыша нормально. Чуть, конечно, намочилась эта ткань. Ну, а так все нормально. Никаких, слава богу, проблем нет. Хочется, чтобы быстрее уже привезли металл. И закончили, как говорится, эту крышную эпопею. Все, мои хорошие. До новых встреч. Это такое, знаете, как говорится, сюжетное видео. Фрагментное. Что же происходит помимо съемки. У меня дома. Все, до свидания. До свидания.